Здорово, ребята! Итак, первое самое. Я вижу, что, в принципе, вяло, но все-таки как-то набралось какое-то количество вопросов. Плюс я к этому присоединил еще то, на что хотел сам ответить, поэтому таки снимем видосик с ответами. Я очень надеюсь, что на ближайших выходных, потом, сколько мне это времени возьмет, быстренько смонтировать. И, короче, я надеюсь, что в самом скором времени, давайте так, я вам обещаю, я вам обещаю, что в самом скором времени это видео вы увидите. Так что, если еще у кого-то созрел какой-то вопросик, и потом вы будете жалеть, что вы его не задали, вот, так что быстренько бегите в это видео. Линк внизу под, в описании к этому ролику, или же буквально видео в начале этой недели под названием «Есть вопросы». И вот в «Есть вопросы» вы можете написать свой вопрос. Сразу две невероятнейших вещи произошло сегодняшним утром. Это облака на небе, и даже мне написали, что был дождь утром в Тель-Авию, по крайней мере, и Бат-Яме. Это невероятно. И меняется асфальт у меня на районе. Вот так вот, знаете, снимается верхний слой, и сверху укладывается новый. Не латаются дырки. В принципе, первая вещь, она более удивительная, чем вторая, потому что асфальт сейчас у нас, новый мэр пытается перекладывать как можно больше, чаще и масштабнее. Это практически первый запрос от жителей, хотя я бы сказал, что да, есть дороги, которые совсем не очень в питахе, которые раздражают водителей. В частности, это была одна из них. Но я бы не сказал, что он в таком уж критическом упадке, и что это первоочередная вещь. Окей. Люди любят глазами и пятой точкой. Облачка же и даже дождь, это что-то невероятное, потому что те, кто не знают, в Израиле летом, в летний сезон, скажем так, с середины весны до середины осени, дождь просто исключен. То есть исключен на 150%. Почему? Потому что, не потому что он сюда не приходит даже, а потому что он, даже если пришел, то любое облачко выпаривается. И даже если оно не выпаривается, а пытается пролиться, то капли выпариваются, достигая земли. Не долетают они сюда. Тем не менее, сегодня у нас 30 градусов пишет снаружи, это прямо ощущается, потому что даже 31, 32, 33, которые были в ближайшие дни, это совсем другие ощущения. Любой такой градус и главные проценты влажности, они сразу, ну, сильно влияют. Жара, в принципе, она такая, пофиг, если она не подтверждена влажностью. Фу, чуваки, только что в нас чуть не въехали. Вот так вот, только что чуть не въехали. Вот столько затормозил, это капец, это капец. Просто на пустой улице. Будьте внимательны. Наконец-то дома. Вообще, два часа только что ехал домой. Бывают и такие тоже заминки. Пока приедешь домой, уже не хочется ничего. Какой-то ветер у нас там на улице, давайте посмотрим. Умочка, Умочка ждет, пока мы откроем балкончик. Давай. Ну что, выходишь или нет? Умка, как вообще дела? Воздух есть, лучше, чем обычно, но все-таки немножко-то под мозганом, под кондиционером получше будет. Воспользуемся моментом и пока нет Алены дома, откроем все посылочки сами. Четыре, но маленьких посылочки. В последнее время не заказывали ничего особенного. О, пришла новая насадка. Слушайте, довольно быстро пришла. Новая насадка на наш кран. Вот такая пипирка. Вот такая переключалка. В нашем кране это оказалась необходимость, потому что, несмотря на то, что он такой прекрасный и красивый, он разбрызгивает просто всю воду по всей поверхности кухни и по полу. Это карточка. Карточка 64 гигабайта. Почему 64? Только потому, что я решил, что мне нужно больше карточек. Карточки большой вместительности, они работают немножко хуже, бывает. И самое главное, что моя цель была именно менять эти карточки. Поэтому, так, а что это? Не может быть, погодите. Это подарок от продавца. Это подарок. И я пытаюсь понять точно, что это. Я думал, это адаптер. А, ну, наверное, это он и есть. Да, это он и есть, все правильно. Ну да, адаптер как будто бы в подарок. Какой-то китайский, кстати. То есть, сюда вставляется карточка и вставляется в USB. Таким образом, намного быстрее скачиваются файлы. Если, например, брать с фотоаппарата, подключать напрямую к компьютеру, то оно намного медленнее тогда идет. И такой кейс для карточки. Окей, карточки 100% стоит заказывать в интернете. В Алиэкспрессе все нормально с этим. Вот это вот реально оригинальная самсунговская карточка. Можно не бояться. Дата выпуска есть. Есть QR-код. Есть, можно проверить ее на настоящность. Поэтому уже не в первый раз заказываю. До этого заказывал по 128 гигабайт. Все работает, все нормально. Третья посылка. Окей. Это леска. Нет, это не леска. Это такая металлическая леска. Давайте сразу откроем. Как бы вам быстро объяснить людям, которые не вейпят. Для вейпа, для вот такой электронной сигареты, там внутри должна быть спираль. Эти спирали бывают уже готовыми. А те, кому хочется рукодельничать, типа меня, берут и заказывают вот такую вот проволоку специальную. Ну, вот как бы вам вот так вот покажу, постараюсь, да. Это специальная проволока. Не просто таки просто проволока, а проволока с специальной намоткой внутри. Долго вам объяснять. Fused Clapton Wire. Те, кто в этом хоть немножко понимают, понимают, что это такое. Окей, дальше. Последнее, но самое красивое. Я бы оставил ее для Алены, но мы же с вами любопытные. Мы ее откроем. А потом положим все назад. И пусть она радуется, открывая ее заново. Это я вижу из Кореи. Значит, это у нас... Чуть себе палец не отрубил. Косметика. Ну, из Кореи мы заказываем только косметику. Потому что корейская косметика, как мне объяснила Алена, в последнее время она рулит. Коробочка. Упаковочки. Ладно, я не буду, только ты испугаются. И коробочка маленькая. И какие-то еще масочки в подарок. Это Аленка оценит. Это я даже без понятия, что. О, это похоже для глянцевых мужчин. Это же почти для меня. Раз упаковка. Благодарочка. Блин, запаковали так, прямо вот. Лучше, чем на фабрике. Два упаковка. Фу. Давайте как-нибудь Алену спросим, что это. Но я знаю, что вот. Это вот такие капсулы. Синие. Если бы мне показали это в каком-нибудь шпионском фильме, это точно что-либо означало. Вот такая целая батарея таких капсул. Написано Perfect Hair Fill Up Professional Salon Care. Кератин, протеин, кератин LPP, коллаген и так далее. Короче, это какая-то шняга для волос, которая делает тебя авалоном. Которая делает тебя безукоризненным. Не знаю, зачем это Алене, потому что она безукоризнена и так. Я в этом уверен. Вот так. Еще могу сказать, что вчера мы получили вот это. Это я не показывал. Я думал, что это должна быть силиконовая. Нет, довольно-таки жесткие штучки. Жесткие такие вот ворсинки. Я думал, это для того, чтобы щеточки там как-то чистить для Аленкиных там всяких, да, для макияжа. Но оказалось, нет. Она мне сказала, я просто хотела такую расческу себе, очень маленькую. Поэтому вот это вот. Честно? Вот это не заказывайте. Мне кажется, не очень. Опачка. Умочка, что здесь такое? А где кровать? Нету кровати. Как же мы будем спать сегодня? Я не знаю. Залез в тазик, так он из него не вылазил. Так покатай. Ну, я его покатал уже. Я занят. Ну, просто нравится все эти тазики. Вот, смотри. Стартанул. Эта пальма бесконечно падает. Просто без конца. Аленка, надо с ней что-то сделать, чтобы она не падала. Можно такое сделать, пожалуйста? Что-нибудь. Как-нибудь. Как сделать, чтобы она не падала? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok